Такой период очень духовно насыщенный. Всегда это бывает в начале года. Мы еще вчера праздновали Рождество, а сегодня воскресный день, с чем вас и поздравляем. И мы все уже переносимся на Иордан, куда Господь грядет, чтобы осветить воды этой земли, которые мутные, которые грязные от грехов людей. И поэтому, конечно же, мы всегда ждем этот великий праздник, когда совершается чудо. Хотя, казалось бы, это же такое доказательство бытия Божие, что уже и наука проверяла, и все, действительно, после освещения вода становится недленной, она не портится. Но наука не хочет, этот мир не хочет смириться перед Богом, и поэтому, конечно же, конечно же, она живет своим, своим графиком, своими какими-то законами. Они, может быть, очень правильные, и очень много ученых, людей, которые постигают такие основы, тонкости науки, да, что-то разрабатывают, что-то все. А самое простое они не видят. Они не видят душу, они не видят, что действительно все проблемы человека, потому что он ушел на страну далече, потому что он на этой стране далече. Если блудный сын вернулся к Отцу, то мир не возвращается, не кается в своих грехах. Он оправдывает себя, он ищет новые и новые лекарства, вакцины, все, что угодно, чтобы человеку было хорошо. Но этот хорошо загоняет человека в могилу. И поэтому, конечно же, мы понимаем, и даже, наверное, мы не понимаем, почему из этого огромного массы людей Господь избрал вот эту вот, понимаете, горсточку, которые знают, что такое жизнь, которые знают цену жизни, которые знают, для чего они живут, которые понимают вообще смысл своей жизни. А ведь основная масса людей вообще об этом не думает. Им все равно. Лишь бы наесться, наспаться и нагуляться. Все. И вся любовь. Больше ничего не надо. Ну а что, потом умрешь и зароют и все. И все кончится. Да не кончится, конечно. Поэтому, конечно же, непонятно, почему Господь нас избрал. Почему на нашей земле стоит наша русская православная церковь. Почему мы становимся уже в этом временном мире причастниками новой вечной жизни. Мы не можем постигнуть промысел Божий, но это чудо. Понимаете, это чудо. У нас есть путь в новую жизнь. Он тяжелый. Он в борьбе с грехом внутри себя. Он с дьяволом, с этим миром, который нас не пускает, который нас отвлекает, который нас все время говорит, стой, куда ты идешь, посмотри. Уста моя возглаголит премудрость и поучение сердца моего разума. А люди кругом живут, и все скверное. Любое грязное слово, наверное, за километр все делает, понимаете, все делает ядовитым. Я бы так прошу братьев, но мы в тюрьмах привыкли ругаться. Я говорю, не ругайтесь. Вы же понимаете, вы скверните свое жилище, вы скверните вокруг себя все. А люди к этому привыкли. Это нормально, что под молотком стукнул, ну и что? Рыгнулся. Так что ты такого больше? Страшно, что вот здесь живет безобразие, яд. Я помню, как человек, я говорю, сто поклонов делай, ругнулся, сто поклонов делай. И человек бросил, а сколько этой грязи в мысли, а сколько этой грязи, понимаете, кругом. И эта грязь впитывается, эти детки маленькие, а в них впитывается этот грязь, понимаете. Страшно. Я помню, был маленький, у нас никто не ругался. И один раз дедушка воевал всю жизнь и ругнулся. Так понимаете, я маленький ребенок, я заплакал, я говорю, как это так можно? Как он ругается? Это что? Дедушка был военный, летчик. Поэтому, понимаете, это непростительно никому. И думать надо только о хорошем. И жить надо только хорошем. Понимаете? Не собирайте мусор с помойки. Не жалите эти. Эти рожки свиные, они, понимаете, искусственные. Это не пища для здоровья. Поэтому мы живем с Богом. Поэтому мы питаемся телом и кровью креста. Поэтому мы ждем освящения воды и с такой ну, радостью принесем ее домой и окропим наше жилище, чтобы все нечистое ушло. Ну, нельзя жить в грязи, валяться, понимаете, в грязи. Когда Господь говорит, иди за мной, иди в новую жизнь, в Царство Небесное, где человек контролирует каждый свой шаг, где человек контролирует каждую свою мысль, где человек думает о том, о последствиях даже каждого слова. Вот у нас какая должна быть красивая жизнь. И тогда все, что мы хотим, Бог нам даст. Потому что, как сказал блаженный Августин, люби Бога и делай, что хочешь. Потому что ты будешь делать только хорошее. Поэтому, конечно же, мы с нетерпением ждем приближение и будем входить во вторник у нас. Во вторник у нас царские часы в пять часов утра. Это сочельник. Понимаете, сочельник. Это первое освящение, великое освящение воды. Их два. Сочельник и само Богоявление. Вода абсолютно одинаковые. Потому что молитвы читают абсолютно одинаковые. Люди некоторые говорят, о, это сочельническая вода, а это крещенская. Как будто это какая-то разница. Молитвы одни и те же. Да, в пять часов, да, и литургия. Потом все ночные. И ночью у нас уже нам понравилось служить в 12 часов. В 12 часов у нас ночная служба. Потом у нас первая литургия в 7, вторая в 9 и в 8 часов еще будет в шанхайском литургия детская. Лешкова. Еще я вас хочу сказать, пригласить на наш спектакль очень со смыслом и очень даже, может быть, такой даже в какой-то степени он не такой хохмачка. Понимаете, это спектакль о Дон Кихоте современном. Этот спектакль у нас начнется сегодня в 6 часов вечера. В нашем, еще не построенном до конца, но уже живым, ковчеге. Так что приглашаю вас на этот ковчег. Я думаю, вы не пожалеете. Сестры приложили столько труда, столько любви. Условия были непростые, но я думаю, мы посмотрим и оценим их работу. Потому что все это ради людей, чтобы дать людям радость. Понимаете, потому что уходит уже, уходит. Последний день, понимаете, вот уже скоро сочельник. Все, святки кончились. Пост постоянно закончился. Сейчас нужно себя настраивать на то, что все-таки надо жить по календарю. И я не понимаю наших православных людей, кто говорит, ай, что-то у меня пост не получается. И так это легко говорят. Ну что, святое дело. Преподобный Серафим, память которого мы недавно совершали, сказал, что тот, кто не постится, Великий пост, с тем вообще лучше не общаться. Вообще. Понимаете? Вот было какое понимание, что такое пост. Это никто не обсуждает, что там у тебя колет, что у тебя болит. Сейчас все. Все делается, чтобы оправдать свой грех. Ну, другое дело, что не могу. Привык кушать хорошо и то, что мне нравится. Вот это уже другое дело. Это я не могу. А если человек оправдывается, мне врачи сказали. Да что тебе врачи сказали? А врач главный, что тебе сказал? Сей рот изгоняется постом и молитвом. Так что, друзья мои, у нас впереди еще будет будет большая работа внутренняя. Вы знаете, что у нас после ночной литургии будет автобусы и будут ехать люди. Мы там с с отцом Андреем, если доживем, будем совершать чин освящения воды и потом будем первые окунаться за нами уже в этом озере нашем святом. Там очень красиво будет. Потому что уже я был в субботу, там уже около храма там все сияет в огнях. А там еще они уже сейчас готовят. Так что, если вы хотите, как бы чтобы... Конечно, многие работают. Вот в чем дело. Но мне кажется, можно ради Христа как-то дерзнуть и поехать окунуться, а потом работать неплохо даже. Может и лучше, чем я думаю, но здесь главное, чтобы было дерзновение. Главное, чтобы было... Понимаете, если мы будем говорить, ой, я не могу, я уставший буду. А может после окунания вообще, я уже думаю, что вообще, может у меня перестанет все болеть, а то как-то надоело все болит и уже ели инвалиды. Но хочется жить еще дальше, вопреки тому, что внутри бывает очень непросто. Надо жить и доверять Богу свою жизнь, и верить, что Господь нас не оставит, в каких бы обстоятельствах мы с вами не оказались. Потому что, может быть, наша молитва... Вот представьте, может быть, наша с вами общая молитва сохраняет весь мир от конечной гибели. Я вполне могу это предположить. Понимаете, какая ответственность может быть, вот уже все, нет смысла жить, потому что люди уже все. А вот собрались люди. Для них нужен Христос. Для них нужна любовь Божия. Потому что нас кудеет любовь. Люди откажутся от любви. А у нас мы видим, что есть семьи, есть дети. Это очень хорошо. И этому очень радуемся. И мы благодарим Бога. А вот когда уже перестанет быть любовь, наступит конец света. Это так написано. Это все просто. Потому что смысла не будет жить. Потому что человек уже живет каждый сам за себе и уже дальнейшая жизнь будет развивать развитие греха. Так же, как допотопный мир был смыт с лица земли водой. Почему? Потому что все. Никого не было. Никто уже. Все уже отступили. Только Ной один, понимаете, считали его больным человеком. Строил свой ковчег, понимаете. Вот и мы тоже строим. Я, конечно, знаете, тут одна женщина мне написала такие вещи, понимаете. Поделюсь с вами. Обидно. Что вы в прелести. Вы больной человек. И кто вас слушает, это тоже больные. Вы все говорите, что вы все спасетесь. Я говорю, конечно, хотелось бы всем спастись. Я не утверждаю. Что вы тут вообще говорите, что вы святые. Да, потому что святая и святые. Мы приняли святые. Не по нашему. Что вы тут вообще, понимаете. Вот человек стоит и у него такой мрак в душе. Мне так жалко встала эту женщина. Видите, вот как может человек и верующий человек войти в такое мрачное больное состояние, которое во всем уже будет видеть грех, дьявола, плохое, а мы хотим видеть во всем во всех хорошее. И в этом наша победа. Иметь добрый помысл, иметь добрый взгляд на каждого, кто будет на нашем жизненном пути, на все то, что происходит в нашей жизни. И как поется слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Поэтому поздравляю с воскрешным днем, поздравляю с причастием. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!